И находясь в маунте, в таком поистине качественном, и там без вариантов, рефери остановил, как и в одном, так и в другом случае, поединок, естественно, отлучив победу техническим нокаутом Адамата Дракона в Тилаево, ну и, ну что Арбека Конора, Арбека Уулу, тот бой был, естественно, другой висел в категории. А тем временем, дорогие друзья, мы двигаемся дальше, это седьмой поединок турнира Алашрая ДФС в городе Шемкенте, 65 килограммов 800 граммов весовой дивизион, и Злата Шефтер, российский спортсмен, а если быть точным, российская спортсменка, представительница прекрасного пола, выходит в октагон, она из города Тольятти, представляет команду Тим Промо, клуб Лада Бокс. Ей 30 лет, 172 сантиметра ее рост, и профессиональный рекорд в смешанных боевых юношках, 5 побед, 4 поражения, 0 ничейных результатов. У Злата Шефтера бронзовый, она является бронзовым призером чемпионата России по панкратиону в Кемерове, 2016 год. Попой Фай Соланова! И она также является серебряным призером чемпионата России по тайскому боксу в 2016 год. И двукратным выведем турниров Red City Fight, выведем турниров Day West Promotion и также Farma Fight 7. Злата Шефтер, я непосредственно знаком с этой спортсменкой, недавно, в начале марта, комментировал ее поединок, который она проводила в городе Тольятти. И там Злата Шефтер участвовал в гран-при, в двух полуфинальных боях были сведены великолепные спортсменки для того, чтобы сражаться уже в мае за пояс в финале гран-при. И тогда Злата Шефтер свой поединок проиграла. Что будет в этом бою против соперницы Замзагуль по прозвищу Бопай Файзаланова из Казахстана, города Мангостау, Бейнеу, команда Алаш Прай. 25 лет Замзагул поизалановой, 175 сантиметров ее рост, ее профессиональный рекорд в смешанных боевых и наборствах, 4 победы, 1 поражение и 0 ничейных результатов. Она является мастером спорта по дзюдо, мастер спорта по казахшаку РЭС, пятиградная чемпионка Казахстана по дзюдо, победительница международных турниров по ММА. Ждем начала женского поединка в клетке, что является не таким частым зрелищем для телевизионной аудитории, ну и естественно для той аудитории, которая собралась сейчас в Шимке. И господа, синий муку, 172 сантиметра рост, вес 65 килограммов 800 грамм. Сонымен қадырлай телегөрмен, дәл осынай қыздарға ғырап, бұларға нәзек жанды деп айтуға қысылық боласын кейді. Сонымен Злата Шефтер. Сары ғыз бен қара ғызның арасындаға тартыс болады. Злата Шефтер 30 жаста, 178 сантиметр бойы, тоңыз рет осы, имамадан жекпежек өткізіп, оның бесе өнде жейім, төрте өнде жейіміз кешіраған екен. Талятты ғаласының тумасы, тем промо командасының үшесі, алаға бокс құрында жаттыға. Панкратионнан Ресейдің қола жүлдегерекен 2006 жылы кеміреді өткен, және тай боксынан 2006 жылы уфада өткен, жарста күмішілі қол жат күзген бір жылдай спортың екіш түрінден жарысқа қатсады. Және Ред Сити Файт турнирның екідір күн чемпиона, Парма Файт жеті турнирінде жейімпазатан ғар, әне осындай жетіктер бар. Ал оның қарсыласа, адайдыңызар Маңғыстау қартық кәспелек жағасына келген, Ала Шпырайт командасының үшесі, Замзагүл Файзулайына Бопай дейтін лақаватпен шығатыр. Бопай қанымды өздеріңіз тарихтың білетінші қарсылары қадырлі телегөрімен. Күші жүзінің ғана әбілғайырдың әйелі болған. Қазақтың қыған шайыма, Мартыл ғала Талай қандарды дүнеге елікен алтын ғұрсақтана болған. Ата байтыққандай, Нұралы қан бар, Ер Алла Айшуа қандардың анасы, қысынау ерлігімен, ақылды шешімдерімен тарихта қалған бірден бір Бопай қанымды, бардақты анылардың бірі. Сондықтан сол, Бопай анамыздың қатын жамын сұққан Замзагүл. Сондықтан сол, Бопай анамыздың бірі. Сондықтан бұл жүрде тәжірбесі мол Замзагүлдің Алла Златашовтыр 4-рет женгіліске жұраған бұған дейін, 5-рет женген екен, сонда 2-аяғын тенетіп бүгін 5-5 қайтаруға мүмкіндік бар. Ал Замзагүл Бопай қанымның атын жамылғандан кейін барша жанкерлер сол құсының атына кіргелтірмесіне сенімен бірі бұтырған шыр. Сондықтан барша сәтілікті өзіне тіледік. Жекпе-жекпе асталды әрине. Әйелдер арасындағы төбіліс расменде бұл кешегі таймеристерді айтсақта, әлемі мәншікті айтсақта, ақтабалыға болатында яқын әрсе, бірақ енді бүгінгі бейбіт заманда аса бірға тікеректі немесі сияқта. Біздің өзғы расы дейсекте енді спорт болғандықтан бұл жүрде қойғандықтан. Қамылжық көруге тейсіпіз, жақшақтарын айтуға тейсіпіз. Бұл қыздарда өзлерінің жігерлікенің қажырлық қайраттекенің дәлелдейіксі келетін шығарсан мәнміне. Талай еркек тұрып жғар, күші қуаттар бар. Арулар алдарыңызда Златашовтыр, Ресей, Және Замзагүл Файзулайымна, Қазақстан. Міне қазір Замзагүлге бір соққының өткенің көрдік, бірақ мұр сетті де қайта қалпына келді. Айық пен жұмышасап пастаған жайы бар. Міне сол ғолымен әдемі соққы жасаға тұрысықан Замзагүл. Замзагүл ұрып жұқты дегенде кішкені қызыға сілет, бірақ сонда да бүгін сонда сөзді айтыуға тура келетін секілді. Злат Ашовтердің негізге спорт түрі сол қай боксы сондықтан. Қолда да аяқтады өте жақшымыз деп жүр. Алла біздің Замзагүл болса кішкені. Ұрып жұқты сәттік түп. Ора егелгенде ғомдырмай жіберейін деп жүрген секілді. Қарт кәспеде маңғысталдан бейнеуден келген ары ғыз жалпы бейнеуде оса. NFC болсын, алаш бұрай болсын түшінен жағатындар көп. Менек қарыңыздар қандай тартысты жекпе жек қазір. Орыстыңызы шабуылды үдететісті. Төбіліспен әзірге Злат Ашовтер жебатыр, алы көзбен Замзагүл жебатыр енді кәзір. Замзагүл көзбен демес, қолмен де біраз сәрекет жасау керек. Бірінші кезеңнің аяқталуына. Бір минут қана уақыт бар. Міне қазір. Орыстың злат аса қайтадан бір шабуылды үмдастыруға тұрысқан. Енді бірінші раунд тек қорғаныспен өтті Замзагүл үшін. Екінші кезеңде енді қарсыласыңғанда екенің көрді, бапкерлері көрді дегендей. Қай жағынан қозғалу көрекен айтады. Бірақ енді әйел қырғы жанды келеттейді, сондықтан уақытнан бұрын бұл жекпі жектің аяқталуыда екі талай секілді. Енді бірінші кезең өзміресіні жетті, еңімші кезеңді екі ұқыздың көрді. Добро пожаловать на наш канал! Числа ударов несколько точно прилетело в голову Замзагуль Файзалану по прозвищу Бопай. Ну и сейчас вот мы видим как раз эти отметки пропущенных ударов у Замзагуль на лице. Но напомню вам, друзья, что всего лишь одно поражение до этого поединка у Замзагуль Файзалану существует. Но у Златы Шефтер четыре. И вот последнее поражение я сказал о нем еще до начала этого поединка. Мне довелось наблюдать лично и в том числе комментировать тот поединок. Злата тот бой провела, знаете, так сверх. Она была закрепощена. Вот очень забиты были ее мышцы. Она перестаивала, мало действовала. Очень много пропускала. Сейчас левый сбоку великолепный от Замзагуль Файзалану прилетает. Точно подвигающийся вперед Златы Шефтер. И опять Злата Шефтер взрывается. Она начинает эту эмоциональную атаку. Сейчас пропускает коленом великолепно. Через короткий клинч Замзагуль Бопай Файзалану отработал сейчас эпизод. Правое колено влетело в цель. Мы слышим, как сейчас в Шимкенте переживают, естественно, в большей степени за свою соотечественницу казахскую спортсменку Замзагуль Бопай Файзалану. Какой гул мы с вами можем слышать, когда Замзагуль успешно действует. Сейчас она начинает с двойки. Замзагуль Бопай Файзалану. Сейчас опять с двойки начинает атаку и жестко пробивает справа. Повторно. Очень классные антропометрические данные у Замзагуль. Высокие длинные руки, размах рук особенно внушает не только доверие, но и в том числе ее перспективы в боях. Сейчас она включала боксерскую защиту. Проход в одну ногу. Пытается она осуществить тейкдаун. Но тейкдаун не удается. Здесь отзащищалась Злата Шефтер. Через короткий захват она попыталась нести удар коленом. Но мимо цели успела сместиться и растянуть дистанцию Замзагуль Файзалану. Попадает сейчас немощным ударом сквозь Злата Шефтер с левой руки. Но он сейчас проваливается на собственном действии, осуществляя удар бэк-кик вертушку в область туловища за Замзагуль. Но ее не наказывает за это Злата Шефтер. Сейчас еще раз промахивается казахская спортсменка. Но опять же паузы очень серьезные возникают в этом бою. И, конечно, не на высоких скоростях Злата Шефтер ведет свой поединок. Но и она, кстати, не отличается этими скоростными качествами. Намного быстрее Замзагуль Файзалану ее. Сейчас Злата Шефтер попробовал вернуться с контравыпадом. Ударом справа. Сейчас левый сбоку точнее от Замзагуль Бупаевы и Золановой. Она более результативна в этом эпизоде была. И удар ее был более мощный. Помимо того, что он и точностью отличался. Сейчас пытается Злата Шефтер подобрать дистанцию через левый джеб по туловищу. Но ей не удается. Очень много таких ложных движений в разные стороны осуществляет Замзагуль Файзаланова. На ногах постоянно она двигается. Так называемый футворк осуществляет работу на ногах. Ну и при этом сейчас вроде бы левый сбоку. В очередной раз от Замзагуль Файзалановой. Она подошла в ударную дистанцию и прекрасно нанесла этот удар. И пытается Злата Шефтер, естественно, реваншировать этот пропущенный удар. Сейчас сама же попадает Замзагуль и пропускает левый боковой. Обменялись любезностями две спортсменки. Есть промахи от Злата Шефтер с рук, но догоняет она правым лоу-киком. И Замзагуль в ответе неплохо. Руки действует и проходит в ногу и осуждает тейкдаун. Тейкдаун за ней. Сейчас главное осуществить контроль последующий. Либо нанести огромное количество ударов, чтобы забрать этот эпизод уж точно в свою сторону. Потому что судейский корпус будет оценивать именно подобные действия. Сонмен мене екінші раундтың сонғы жағында бары. Біззамзагуль кішкенеғу ояна бастаған секілді. Следуючимuldale Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok